Легендарный ледокол Арктика, тот самый, что первым в мире дошел до Северного полюса, хотят утилизировать. Так решили чиновники. Сейчас знаменитый атомоход ржавеет на приколе в Баренцевом море. Это при том, что сделать из него музей гораздо логичнее, ведь это целая эпоха в истории страны. Навернуть память решили в Русском географическом обществе. Там подсчитали, вся операция по спасению Арктики обойдется в четверо дешевле, чем один футболист Зенита. Дмитрий Пищухин о списке кораблей. Когда бывалые моряки говорят про атомоход Арктика, они сравнивают его с ракетой «Восток» Юрия Гагарина. В свое время покорение Северного полюса значило не меньше, чем освоение космоса. Советский ледокол дошел до шапки Земли первым в мире. А потому дедушка атомного судостроения просто не должен отправиться на металлолом. Два года назад корабль исключили из регистра. Сейчас он стоит у берегов Баренцева моря в Мурманске. Ждет, когда и как решится его судьба. Любой капитан, который посвятил всю свою жизнь какому-то судну, он бы был, наверное, счастлив, если бы его ледокол был оставлен на года, на века. Слова последнего капитана Арктики и всех, кто когда-то нес вахту на атомоходе, услышали в русском географическом обществе. Полярная комиссия во главе с директором Музея Арктики и Антарктики Виктором Боярским предлагает превратить корабль в музей. Почитали, что это в четыре раза дешевле, чем утилизация. Особенно для питерцев это будет понятно, да? Если перейти на такую валюту, известную в всем мире, как бразильская валюта, пол-халка и все закрыто. Пол-халка. Это так, грубо говоря. Для начала нужно перебазировать ледокол в Петербург. В Мурманске собственный музей на воде уже есть. Первый в мире атомоход «Ленин». А сразу два выставочных корабля небольшому городу будет не потянуть. Но основная сложность состоит в том, чтобы безопасно извлечь с ледокола атомный реактор. Самая большая проблема, как я вижу, это именно его радиационно опасное состояние. Хотя, конечно, это громко звучит. Мы, работающие десятки лет рядом с этими реакторами, знаем, что они безопасны. Больше чем за 30 лет своей службы атомоход побил все рекорды работы в условиях вечной мерзлоты. Выручал ученых с дрейфующих станций, провожал караваны застрявших судов и возил на полюс туристов. Сохранить Арктику – дело принципа, уверены ветераны. На нем можно проводить обучение будущих моряков, организовывать встречи на высоком уровне и проводить экскурсии. Если атомоход получится переправить в Петербург, то он вернется на свою историческую родину. Судно строилось на Адмиралтейских верфях. Инициативная группа Русского географического общества даже присмотрела место на набережной лейтенанта Шмидта рядом с ледоколом «Красин». Вместе два корабля по задумке должны составлять целый музейный комплекс и научно-исследовательский центр. А то, что два ледокола будут рядом стоять, ну что, у нас вон стоит Эрмитаж и русский музей тоже рядом. Ничего же, от этого уж хуже не становится. К делу спасения атомохода моряки и полярники подключили общественность. Уже создан сайт, на котором собираются подписи. Времени на раздумья осталось немного. Через четыре года начнет действовать программа утилизации. Арктика стоит в очереди одним из первых кораблей, которые отправятся на иголки. Дмитрий Пищухин, Алексей Золотилов и Сергей Зорькин. Пятый канал.